В далёком таёжном краю, в сосновом лесу, жили четверо друзей. Вельчонок, борундучок, бобрёнок и маленькая зелёная гусеница. Они часто вместе гуляли по лесным полянкам, ходили за ягодами или просто валялись в изумрудной траве. В сосновом бару на полянке лесные жители выстроили лесную спортивную школу. Но наши друзья туда не спешили, ведь лучше было весело проводить время в развлечениях, а спортивные тренировки требуют трудолюбия, работы над собой. Это было не для наших лесных шалунишек. А маленькая зелёная гусеница совсем не умела быстро передвигаться, так как у неё были сломаны лапки. Из-за этого увечья она часто сторонила своих друзей, стеснялась, обижалась и плакала. Ей горько было сознавать, что она другая, не такая, как все. И в тайне души она всегда мечтала стать прекрасной бабочкой, чтобы парить в облаках. Но друзья никогда не оставляли зелёную гусеницу. Они поддерживали её добрым словом, подбадривали и старались во всём ей помогать. На краю соснового бора было огромное болото, в котором жил страшный болотный дух. Мамы всегда наказывали своим неугомонным детям, чтобы они ни в коем случае не смели подходить к этому зловещему болоту. И вот однажды, когда мамы наших друзей ушли далеко в лес за лесной малиной и вкусными орешками, нашим друзьям в голову пришла мысль, не сходить ли им к болоту, ведь они никогда там не были. Решили, что если очень быстро дойдут до болота, то успеют вернуться ещё до прихода мам, и мамы ничего не узнают об их путешествии. И они двинулись в путь. Перед ними раскинулось большое чёрное неподвижное болото, над которым стелился белый туман. Кое-где со дна медленно поднимались огромные пузыри и с чавкающим звуком лопались у поверхности. Вдруг тёмная вода забурлила, и чёрной тенью потянулся к ним злой болотный дух. Закричали в унисон наши друзья, задрожали от холодного омерзительного дыхания болотного духа, и со всех ног пустились на утёк. Убегающих обдало чёрной холодной жижей, и они почувствовали, что внутри у них всё сжалось от ужаса. Бельчонок и Бурундучок, быстро перепрыгивая по кочкам, помчались прочь от этого ужасного болота. Но голос Бобрёнка резко остановил их. — Где же гусеница? Её нигде не видно! — Пересиливая страх, они вернулись на край болота, где оставили гусеницу. Маленькая зелёная гусеница тоже пыталась неуклюже прыгать, но это у неё плохо получалось. Друзья подхватили её за маленькие лапки, и уже не так быстро они стали перепрыгивать с кочки на кочку. Наконец они добрались на сушу и повалились от усталости. Отдышавшись, гусеница сказала, что не мешало бы и им отправиться в лесную спортивную школу и научиться там быстро бегать и прыгать. Все согласились, и Бобрёнок, немного просохнув, сказал. — Да, как только мы вернёмся, надо обязательно записаться в плавательную секцию лесной спортивной школы. — Обязательно запишусь в спортивную секцию, чтобы быть сильным и смелым, чтобы преодолеть любые препятствия. Добавил рассудительный брундучок. Твёрдо решив заняться спортом, друзья отправились к дому, но уперлись в большой овраг, конца которого не было видно, только посередине лежало поваленное бурей дерево. Маленькая гусеница из последних сил проворно забралась на дерево и, быстро перебирая своими многочисленными лапками, упорно поползла вперёд. Остальные стояли в нерешительности. Кое-как бельчонок, бурендучок, бобрёнок, скользя лапками, опираясь хвостами, перебрались по дереву через овраг. Маленькая гусеница, обняв своих друзей, запела. Сначала бежали, потом и мы, после огромной гостей, чтоб маме вернулся в любимый рождок, и удастся пройти. Мы к маме вернёмся, обнимем её, прощения попросим за всё. И чтобы все трудности преодолеть спортивную школу пойдём. Падая от усталости, пройдя ещё немного, друзья увидели родную полянку и любимых мам, которые уже собирались отправиться на поиски своих малышей. Радостные мамы обняли, поцеловали своих детей, немного пожурив за их непослушание. На следующий день мамы отвели их в спортивную школу. Прошёл не один день изнурительных тренировок. Было очень трудно, но друзья не сдавались. Они хотели стать настоящими спортсменами. Они метали копья, диск, стреляли из лука, поднимали штангу, бегали на перегонки, играли в волейбол, баскетбол, футбол. Их мамы, да и все окружающие заметили, что они стали весёлыми и жизнерадостными, более сильными и выносливыми. И вот настал день, когда на большом лесном стадионе состоялся спортивный праздник. И наши друзья тоже принимали в празднике участие. Все получили заслуженные награды, радовались и прыгали от счастья. Но гусеница куда-то вдруг исчезла. Вдруг в небе послышалось какое-то шуршание, похожее на шуршание лёгких крылышек. Друзья посмотрели в небо и увидели небывалой красоты бабочек. Среди них выделялась одна. Она махала своими крылышками. И они ослепительно сверкали и переливались под лучами яркого солнца. Пролетая мимо наших друзей, осыпав их золотой пыльцой, она громко крикнула. Привет! Спасибо вам за всё! Это я, маленькая зелёная гусеница. Друзья были поражены. Прекрасно с почетом! Гусеница превратилась в прекрасную бабочку! Вот так спорт и настоящая дружба помогли нашим друзьям преобразиться до неузнаваемости. Сделали их красивыми, сильными и смелыми. Мечты сбываются. Нужно только поверить в себя. Редактор субтитров А.Семкин